Человек должен рассматривать себя как некоторая система и, как выводится, система взаимосвязанных элементов. Говоря языком психологов, человек, человека структура называется идентичность. И у структуры идентичности есть определенные элементы. Отвечая на вопрос, кто я, мы так или иначе получаем ответ на вопрос, как, собственно, устроена моя идентичность. То есть, кто я такой и какие компоненты преобладают во мне. Расскажу немножечко об этих компонентах. Все вы знакомы с пирамидой Маслоу, потребности. То есть, начинаем с некоторой физиологии и заканчиваем глобальными такими вещами, как самореализация и так далее. Структура идентичности, она отчасти похожа на классификацию потребностей, но там элемент в четыре. Есть идентичность физическая, то есть представление себя, как некоторого, собственно, объекта, который ест, спит, ходит, каким-то образом в мире существует. То есть, некоторое физическое тело. Человек – это биологическое существо. Очень редко бывает такое, что этот компонент идентичности преобладает у человека. Потому что это бывает, но на совсем ранних стадиях развития, то есть в детстве, лет до трех, до пяти, этот компонент реально может преобладать. Но заставить трехлетнего ребенка десять раз ответить на вопрос «Кто я?» довольно сложно. Но, тем не менее, опять же, у людей нездоровых, у них, разумеется, будет преобладать этот компонент. Потому что все, о чем они думают, это их состояние здоровья, состояние их органов, членов и так далее. Но, о более приятном. Следующий компонент – социальный. То есть, те роли, которые мы играем, те маски, которые мы на себя примеряем так или иначе в различных сообществах, в различных ситуациях и так далее. Это могут быть роли семейные. То есть, я мать, я отец, я сын, я студент, я музыкант. То есть, все, что касается принадлежности к тем или иным сообществам. Малым, большим, неважно. Этот компонент преобладает, признаться, у большинства людей. Потому что люди часто не задумываются о том, что у них внутри. Они просто привыкли действовать сообразно с ситуацией. То есть, примеряя разные роли в различных ситуациях. Так просто, так удобно, это не хорошо, не плохо. Просто так оно есть. Но люди, которые рефлексируют, которые отслеживают, оценивают, осознают каждый момент своей жизни, у них появляется еще такой компонент идентичности, как личностная или индивидуальная идентичности. Можно назвать ее так. Что это такое? Это понимание того, какое место я занимаю в мире. Каким меня видят другие люди, независимо от тех ролей, которые я играю. И какие ответы классифицируются как личностная идентичность. «Я хороший человек», «Я умный», «Я красивый», «Я хочу гулять». Это личностные вещи. То есть, то, что говорит о мотивах, о желаниях человека в конкретный момент, и о том, как он себя воспринимает, и как он считает, что его воспринимают другие люди. Четвертый компонент. Он встречается довольно редко. Компонент труднопроизносимый. Называется трансцендентный компонент. Трансцендентный компонент говорит о принадлежности человека, о причастности его к процессам, которые происходят в нашей Вселенной, в нашем мире. То есть, это не безразличие к глобальным процессам. Когда человек хочет сделать мир и жизнь лучше. Свою жизнь, жизнь окружающих людей, планеты в целом. До этого не каждый доходит в своём развитии. Но когда доходит, это очень здорово. И если говорить о том, что хорошо, а что плохо, то про структуру идентичности такими категориями говорить нельзя. Потому что, как вы понимаете, есть определённое распределение, процентное. В среднем у среднего человека физические и трансцендентные компоненты, они где-то процентов по 10, наверное, составляют. То есть, 100% представления о себе. Соответственно, оставшиеся 80 примерно пополам делятся. Между социальным и личностным. У более старших людей больше личностного компонента. То есть, когда человек уже больше осознаёт свои компетенции, свои плюсы, минусы, тогда он больше получил обратные связи от окружающего мира. У школьника, конечно, социальный компонент будет намного значимее, чем у студента или выпускника вуза, или уже у актуального специалиста, действующего специалиста. И когда мы наблюдаем, начинаем наблюдать наличие трансцендентного компонента, это говорит о том, что человек готов выйти из своей зоны комфорта, из своих привычных ролей, из своих представлений о себе самом, и начать менять что-то в других людях. Возможно, даже о себе самом.